Я хотела служить на миссионерском поле с того момента, как поступила в университет. Но думаю, что сейчас я начинаю понимать, почему именно так прошел этот год. Это была моя возможность поработать здесь для проекта «Один год для миссий». Когда я поступила в университет в Штатах, такой программы еще не существовало. Но я всегда чувствовала, что сначала мне нужно закончить учебу там. Поэтому я думаю, что Бог просил меня дождаться этого времени, чтобы служить здесь с командой проекта «Один год для миссии». После третьего курса моей учебы в университете, я всерьез задумалась о служении. Я начала говорить об этом со своим преподавателем. Я занималась у преподавателя Нового Завета Чилийца, и он рассказал мне об этом проекте, но туда двери были закрыты. Они выбирают людей по рекомендациям. Не все могут подать заявку. Но я почувствовала призыв и молилась об этом около года. И вот я здесь. У меня здесь достаточно много обязанностей. В первую очередь я работаю здесь учителем английского языка, а также в сфере молодежной евангелизации, и по возможности помогаю в работе с церковью. Я преподаю английский язык в центральной миссии. Я также провожу курсы по английскому языку для родителей в адвентистской школе. Я использую уроки английского как ресурс для развития студентов. Здесь в адвентистской школе уже есть учитель английского языка, но я так или иначе являюсь его помощником. Я работаю со следопытами, а также с волонтерами проекта «Один год для миссии» в различных информационно-просветительских мероприятиях в городе. И здесь в центре влияния под названием «Ново Темпо». Здесь я также провожу уроки английского и помогаю с проведением других мероприятий. Я родом из Мэрилэнда. Мой отец – пастор в Чесопикской конференции, поэтому мне было интересно адаптироваться здесь к новой культуре. Мне это нравится. Это хорошее место, очень открытое, очень заботливое. Но опять же, поскольку Чили более модернизированная страна, это не та миссионерская работа, которую многие люди ожидают от краткосрочных миссионерских поездок в Центральную Америку как таковую. Она более модернизирована, более секуляризована. Люди не сразу воспринимают открытые разговоры о вере. Большинство населения здесь проживает в городах, так что здесь хорошо прижился непрямой евангелизм. Конечно же, люди здесь очень дружелюбные, очень приветливые, но они также не верят всему на слово, их нужно убеждать. Поэтому у вас в голове всегда должен возникать вопрос, принимают ли они то, что я говорю просто потому что они пытаются быть вежливыми, потому что такова их культура, или мне действительно удалось наладить контакт. В этом и заключается борьба. Вот чему именно мы должны научиться, чтобы проводить евангелизацию в разных культурах. До приезда я немного говорила по-испански. У меня была хорошая база, по крайней мере потому что я учила этот язык раньше. Но это совершенно новый опыт, говорить по-испански в стране, где это родной язык. Потому что, когда мы говорим на английском или на своем родном языке, мы не осознаем, сколько сленга мы используем, сколько присущих нам высказываний и фраз мы употребляем. Мы не осознаем, как быстро сами говорим. Поэтому, когда мы попадаем в другую культуру и пытаемся выучить этот язык, это совершенно другое. Книжные знания не охватывают все. Мне потребовалось на тот момент около двух месяцев, чтобы научиться свободно говорить на испанском. Я умею импровизировать, могу проповедовать и на испанском, но все равно это было нелегко. В начале я чувствовала себя немного потерянной, не понимая всего, что происходит в данный момент. Но люди здесь очень терпеливы. И когда вы честно прилагаете усилия для общения с людьми, это очень много значит для людей другой культуры. Есть одно правило, которое я вывела для себя и которое я рекомендую всем, кто служит в чужой стране. Не говорить на своем родном языке ни с кем, даже в крайних случаях. Стараться изо всех сил не говорить по-английски, как вы привыкли. В старшей школе, где я работаю, есть англоговорящие сотрудники, но я говорю с ними по-испански, когда могу. Это имеет огромное значение для развития отношений с людьми. Это невероятный опыт, потому что я чувствую, что это лучше меня готовит к тому служению в жизни, для которого я и обучалась. Одна из причин, по которой я приехала сюда, заключалась в том, чтобы работать напрямую с церковью, работать напрямую с администрацией, которые активно участвуют в служении в обществе и благодаря этому узнавать что-то новое и учиться. Итак, я работаю здесь напрямую с несколькими разными пасторами, и у меня, так сказать, много наставников. Я учусь использовать разные методы служения, а еще это невероятное благословение быть в служении и выучить другой язык. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!